В зале больше 200 специалистов палеотивной медицины из Москвы, Санкт-Петербурга и практически всех регионов Сибири. Эти врачи знают, как помочь неизлечимо больным пациентам, как снять их боль и даже продлить жизнь на несколько лет. Сегодня они собрались, чтобы поделиться своим богатым опытом. Алтай же выбрали в качестве главной площадки, потому что именно здесь, со слов экспертов, палеотивная медицина развивается ускоренным темпом, опережая многие регионы страны. Я оцениваю, как очень позитивный. Мы были вчера приятно удивлены возможностями оказания этой помощи в условиях БИСКО. Потому что там было открыто первое отделение у вас на Алтае, первая выездная служба, первый кабинет палеотивной помощи, противоболевой терапии. Сейчас он палеотивной помощью стал. Поэтому есть специально подготовленные врачи, есть энтузиасты, у них глаза горят. Поэтому вы обречены на успех только, понимаете? Первому и пока единственному палеотивному отделению в крае всего полгода. Его открыли на базе 4-й городской больницы БИСКО за счет средств краевого бюджета. Здесь оказывают помощь 20 неизлечимым пациентам с хроническими острыми болями, нарушением дыхания, двигательной функции. С ними работают не только врачи и анестезиологи, а обязательно психологи и психиатры. Здесь отбираются те пациенты, которым в амбулаторных условиях как раз невозможно подобрать вот эту вот терапию. Здесь он, во-первых, находится непосредственно под наблюдением медицинского персонала круглосуточно. Более того, в Наукограде уже работает первая в регионе выездная палеотивная бригада врачей. В остальных городах и районах неизлечимых пациентов принимают в специальных кабинетах. И это еще не все. В ближайшие три месяца на Алтае откроют еще два палеотивных стационара для взрослых. В Барнауле и в Рубцовске. Это плюс 40 коек. И еще три места для детей в краевой клинической детской больнице. Появится дополнительно и шесть выездных бригад. То есть в начале пути, но сегодня этот путь, он в значительной степени пройден, потому что подготовлены специалисты, определены заведующие. И врачебный состав, и средний состав. Сегодня определены горячие линии. Они уже работают, и население может звонить, консультироваться по этим видам помощи и четко иметь представление, где что оказывается. А таких больных в крае оказывается немало. Около полутора тысяч человек ежегодно. Поэтому к 2020 году краевые власти планируют открыть 200-300 коек для неизлечимых пациентов. Успешную алтайскую стратегию развития палеоактивной помощи взяли на заметку участники Всероссийского форума и уже в ближайшее время намерены внедрить ее у себя в регионах. Екатерина Питунина, Алексей Шаульский. Новости.